привет всем меня зовут элеонора и вы смотрите мой кулинарный сериал сегодня мы с вами приготовим полноценное основное блюдо которое идеально подойдет на ужин а вообще я бы его ела наверно и на завтрак и в обед так вот это филе сибаса соусом голландес и овощным гарниром и еще ребята предлагаю вам чтоб не потерять меня в этом океане ютуберских ютуберских есть такое слово не знаю будет рецептов чтобы меня не потерять нажмите эту красную кнопку подписаться и сделайте серой я буду использовать целую рыбку сибаса сама буду делать филе но в принципе мне кажется можно купить в магазине я приготовила ножик ножницы если нужно будет где-то что-то обрезать плавнички для всяких внутренностей для головы для костей тарелочку и бумажное полотенце для начала вот здесь возле головы делаем надрез и нам нужно упереться в кость вы почувствуете вот вы режете режете об все там кости не до конца не нужно отрезать не отрезать голову об есть сделали теперь вот здесь вот сверху вот так вот тоже разрезаем вот так вот видите вот мы разрезали у нас вот этот вот хребет верхней или как это спинка должна получится посередине вот она будет у нас целая кость а мы срезать будем аккуратненько филе дорезаем прямо тоже до до хребта вот она вот она стенка вот косточки сразу вы можете прям вот так вот нагнуться туда заглядывать и вот так вот знаете отделять аккуратненько если вы там впервые делаете я как бы у меня получается красивой филешки но я не профессионал я не гуру знаете в филировании поэтому я тоже это делаю аккуратно осторожно так и хочу получить красивые филешки вот здесь где хвостик я не сразу удалось проткнуть поэтому я вот так вот до конца вот видите хребет будет вообще прям посередине прям вот он вот 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 чтоб оставлять но минимум мясо и вот так вот потихоньку мы отделяем сейчас что было удобнее я пузико разрежу ножницами что было ровненько вот так вот аккуратненько по центру по серединке вот просто возьму разрежу потому что она же тут еще внутренности есть нужно достать вот видите сейчас я сразу их достану чтоб они мне не мешали смотрите какая вообще на самом деле рыбка чистая красивая здесь даже вот эти крышки красивые беленькие знаете не как у селедки еще одно из самых главных вещей это чтобы не разорвался желчь вот видите он такой кругленький черненькие чтоб он не разорвался потому что рыба будет горчить и от этого мне кажется даже не тоже тяжело будет избавиться или знаю даже как этого от этого избавить потом эти вот я даже аккуратненько ножницами сделаю так чик-чик я очень люблю когда я работаю с рыбой работать ножницами это очень удобно вот видите он целенький еще и и он мне не помешает сделать рыбку вкусно если вы уже дофилировались до костей до вот этих которые идут на ребрышках то можно также воспользоваться ножницами просто их вот так вот клац-клац и подкусывать чтобы знаете чтоб но не если там не рисковать я всегда пытаюсь знаете найти какой-то способ ну зачем усложнять себе жизнь если можно вот просто аккуратненько их ножницами отрезать и все вот видите как можно аккуратненько ничего не разрывает но вот вдруг вы не уверены в своем ноже просто воспользуйтесь ножницами и вот мы дорезаем филе вот видите можно тоже ножницами оп пройтись и все потому что здесь плавничок ножик знаете не хочет резать не хочешь не надо вот вот этот плавничок естественно сейчас отрежу но просто хочу показать что вот прям полностью по рыбе я прошлась и вот такое вот филе получается теперь нужно достать косточки в сибасе не так много костей они буквально вот здесь по ребрышкам и вот здесь вот вверху теперь делаем точно так же только с другой стороны делаем надрез возле головы и упираемся в кость режем точно так же по спинке вверху вот это правда может быть уже не так удобно чем когда целая рыба но все же тщательно прорезаем прям до хребта вот здесь вот на хвостике я буду резать просто вот так вот вдоль вот этой вот кости потому что не очень удобно в принципе вот здесь вот рыбка у нас уже надрезана здесь она держится получается только на вот этом вот хребту и теперь можно вот так вот здесь или ножницами пройтись или ножом как вам удобно мне безопаснее себя чувствую когда работаю с ножницами мне кажется у меня так просто знаете аккуратнее получается лучше поэтому так как вы себя увереннее чувствуете с ножницами или с ножом так и делайте вот здесь и где хвост просто вот у меня нож лежит сейчас на хребту вот и я просто прям по нем провожу вот чтоб лезвие лежало на нем и шло по вот видите кость без мяса без ничего здесь мясо вот тоненькая вот пусть я по ней иду и просто прорезаю и вот филе уже держится буквально в эти на волосинке как говорится просто ножом отделяем чтоб аккуратненько и вот год что остается голова хвостики хребет мясо почти как вы видите но здесь вот немножко но здесь потому что плавник ведь он держит вот мясо остается минимум это все можно сейчас удалить жабры помыть хорошенько и на уху а здесь уже срезаем плавники вот такая вот получилось меня филешка сейчас опять же убираем кости все вот такие у меня получились в итоге филешки теперь нужно сделать вот такие вертикальные надрезы по спинке я буду мариновать просто перчик черненький и соль посыпаю с двух сторон и отставляю мариноваться для соуса нам нужно 3 желтка чайная ложечка воды примерно столовая ложка лимонного сока потом когда соус будут готовы если вдруг вам захочется еще кислоты можно еще добавить и вот эту вот смесь отправляем на паровую баню вода закипела уменьшаем на самый самый маленький огонь сверху ставим миску и перемешиваем мешать нужно постоянно чтоб яйца не свернули чтобы нас не получился омлет и миска не должна касаться воды именно паровая баня если вам вдруг кажется что что-то оно так чересчур вам бурлит там то можно немножко вот поднять вверх вот на весу еще опустить желток начинает загущаться он уже светлеет густеет соль готовится вообще буквально считанные минуты теперь по кусочку добавляем масло также замешиваем масло можно брать холодильника потому что она будет холодным и она будет немножко охлаждать наш желток чтобы он не сварился как раз я вот так вот по кусочку добавлять он быстро растапливается масло быстренько и последний кусочек видите взбиваем взбиваем перемешиваем еще немножко жидковато видите уже более такой густой вот такой вот получается соус теперь вам осталось только попробовать его на соль на кислоту и до конца уже по вашему вкусу урегулировать вкус грибочки нарезаем слайсами вместе с ножкой чтобы получились вот такие вот красивые кусочки вот смотрите на тарелке мне кажется так будет смотреться намного лучше чем какие-то квадратики лук в свое время я буду резать полукольцами я использую большую луковицу потому что я буду использовать у меня там грибов килограмм почти у меня горошка тоже 400 грамм я буду делать ну на большую порцию вы же будет делать и столько сколько вы съедите режу я довольно тонко вот такие вот у меня полу колечки как вы могли заметить чесночок я добавляю почти во все свои блюда просто мы с мужем любим поэтому в этот гарнир я также добавлю мелко мелко нарубленный чеснок вот так вот мелко измельчаю этот же зубчик я буду использовать при жарке рыбы на разогретую сковородку высыпаем грибы грибы потихоньку пускают водичку уменьшаются в объеме когда водичка почти вся испарилась добавляю лук и еще немножко оливкового масла перемешали и обжариваем дальше когда лук стал прозрачным добавляю зеленый горошек у меня обычный замороженный из магазина также не забываем посолить и поперчить в самом конце я добавила чесночок перемешиваем обжариваю буквально одну минутку и выключаю разогреваем на сковороде оливковое масло перед тем как ласте рыбу на сковородку и проверяю чтобы кожица лежала ровно вы знаете вот здесь где-то не затерлась потому что чтоб ровнее все прожарилась красиво рыбку кладем на сковородку от себя ни в коем случае сейчас не делаем вот так вот ручкой не телепаем не дергаем потому что кожица должна как бы схватиться а мы начнем телепать и так дергать она может сдвинуться поэтому хотя бы минутку не трогаем не трогаем пусть обжарится огонь я делаю потише чтоб она не сгорела естественно рыба вы все знаете готовится буквально ну пару минут где не надо долго жарится и честно говоря мне кажется что то я масло слишком много добавила смотрите но ничего я потом положу на салфеточку и лишнее масло уйдет также я кладу чесночок для ароматика прошло буквально вот вот о чем я говорила видите кожица ровно она не сдвинулась вот поэтому не надо так телепать и будет все вот так вот красиво ровненько вот такая вот получается красивая золотистая корочка и видите как ровно 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 нигде она не сдвинулась с другой стороны обжариваем совсем немножко так как благодаря вот этим надрезом внутри рыбка прожарилась уже достаточно поэтому буквально минуту ребята и все вот рыбка уже золотистая поэтому я ее выключаю общее время приготовления рыбки буквально на минут 7 7 8 минут после того как выключились достаем сразу чтобы она не впитывала в себя масло вот такая вот рыбка смотрите какая золотистая боже я не могу сверху я хочу ее промокнуть немножко салфеткой чтобы вот видите лишний жир убрать потому что что-то я сегодня с маслом перебурщила но это ничего страшного вот это все исправимо главное не вытирайте так не протирайте не кладите кожей вниз потому что кожа может прилипнуть к этой салфеточки 1 2 3 Субтитры сделал DimaTorzok